МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 сентября у подножия Ржевского мемориала советскому солдату состоялась торжественная церемония закрытия международной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества «Ржев-Калининский фронт». Давайте начнем с того, как вообще прошла вахта памяти в этом году. Год сложный, осложненный пандемией. Не сразу пришлось выехать, да, Сереж? Вы обычно же выезжаете, как только ставят снег. Это весна, это апрель, а в этом году апрель все закрыто? Нет, ну в этом году, конечно, да, вот эта пандемия нас очень сильно подвела. Но все-таки мы успели провести большую вахту до запрета выезда на поисковые работы. И проводили мелкие разведывательные работы для последующих уже вахт. До запрета, то есть здесь подразумевается работа, это можно работать и зимой, да, смотря какая погода? Да, да. Значит, говоря, первая вахта у нас прошла до 17 апреля. Мы уже провели одну вахту, так как зима у нас была теплая, наработки за зиму были, и это дало большой плюс в остальной работе этого года. Наработки я сразу перебью. Наработки, вот, Олег, поправьте меня тоже, может быть, дополните, Сергей. Наработки это то, что удалось поднять в архивах, какие материалы, узнать, где лежат. Ваша задача поднять? Ну, это работа в архивах, это работа разведгруппы, то есть выезжаем все равно. Вначале производится разведка, а потом уже основные выезды. Разведка и по зиме тоже может быть, да? Да. Потом была тишина, да, то есть вот открытие вахты должно было состояться, торжественное не было, отложилось. Когда открылось и сколько удалось, какой объем работы выполнить? Ну, за этот год все-таки поднапряглись и поисковики, и не только наши тверские, и те поисковики, которые приезжают из других регионов к нам. На сегодняшний момент уже в Тверской области захоронено свыше двух с половиной тысяч останков солдат. Это с какого времени, Сережа? Это за этот год. За этот год свыше двух с половиной тысяч поднятых за этот год и преданных земле. Да, поднятых и захоронено. Это полностью по всем шестнадцати боевым нашим районам. Потому что это было в Оржеве захоронение прошло 1620, сейчас вот что 17 числа было захоронение. Это было в Оржеве захоронение. Еще раз шифровка медальонов ведется, нам очень хорошо помогает служба солдатский медальон, московская, наши друзья хорошие, они приезжают к нам на вахты и практически работают вместе с нами, даже прямо на самой поисковой вахте. Расшифровать медальон, ведь это мало найти его, да? Нужно достать содержимое, которое при соприкосновении с воздухом, да, вот когда открывается, ведь это же может все рассыпаться. И часто прочитать практически без специалиста невозможно, да? Да, вскрывать медальон надо только тем, кто конкретно уже умеет этим заниматься. Потому что если вскрыть незнающему человеку, не зная, что с ним делать, происходит буквально в течение часа-двух старения 70-летней давности. Бумага может просто, если ее неправильно обработать, она может просто развалиться и исчезнуть просто в руках. Из-за чего это уже занимаются специалисты, которые уже годами отрабатывали вот эту технологию. Олег, удалось ли вашему отряду найти медальоны в этом году какие-либо? Да, удалось найти. К счастью, они были читаемы. То есть при развороте медальоны, в этот же момент можно было прочитать данные бойца, то есть откуда он призывался, родственник и все. Ну и сейчас также занимаемся поиском родственников и как бы восстановление с ними контакта. Я знаю, что вы нашли одного солдата, который непосредственно был призван из-за Ржева, да? Ну да. Ну, такое стечение обстоятельств, что вот на Калининском фронте появился наш, как говорится, земляк, человек, который был непосредственно из-за Ржева. Вы читаете данные человека, и потом начинается архивная работа, потому что, да, фамилия, имя, отчество, в каком году был призван или какой год рождения, что там указано? С какими РВК был призван, какого года рождения, населенный пункт, ближайшие родственники. То есть все эти сопоставления фактов, то есть вот и входят в работу по поиску родников. Как-то в отрядах разделение труда существует, вот одни работают, называется, в лесу, в поле, другие предпочитают работать в архиве, или это совместная какая-то работа, отработали сезон тут, потом переключаемся на другое место? Ну, я бы как бы не сказал, то есть поисковая работа – это сплоченный коллектив, который без взаимосвязи друг с другом, то есть работа не проведется. То есть тут и архивная работа, и разведка, и бумаги, то есть все равно бумажная работа все равно предстоит. Ну и, соответственно, уже поиск самих бойцов, то есть как бы тут все совместно делается. У нас в нашем дружном сплоченном круглом столе присутствует молодой человек из опытных таких товарищей, да? Кирилл, представляете роту волонтеров? Давно такая рота существует? И в чем задача? Какая главная необходимость в волонтерском движении? Ну, рода, волонтерская рота уже давно создали ее, сделали. И в чем сущность? Это то, что помогаем пожилым людям, помогаем где-нибудь в интернате, ну, всякие обеспечиваем там. Вот был недавно карантин, мы помогали с продуктами. Всякие вот пожилые, вот кто не мог выходить. Это непосредственно, не то, что не касается поискового движения, но вот я встретила волонтеров, я выезжала туда, в Оржев, на торжественную церемонию, было очень много молодежи, и на куртках было написано «волонтер», да? То есть непосредственно это тоже входит в задачу волонтеров. Там же было очень много пожилых людей. С разных городов, да, приезжали автобусами на это событие. И вы как помогали? Чем? Ну, искали родственников сначала, ну, кого вот откапывали, бойцов всяких. То есть вы помогали в этой работе тоже? А почему молодому человеку вот необходимость такая возникла, именно в волонтерском движении, именно выезжать туда на место событий трагических? Свою родину, все, бойцов всех поднять. Вот как мы говорили, пока последнего бойца не поднимешь, война не закончена. Из-за этого всех бойцов хватит поднять и захоронить своей же родине. Это такой вот внутренний стержень привели в школе, родители дома, где книги? С дедушкой все, с дедушкой общался, много чего рассказывал. Дедушка воевал? Да. И то есть он сумел, да, вот это вот привить? Объяснял, я всегда все был вместе с ним, рассказывал много всяких историй, как, чего было, проходило. Это ведь очень важно, да, ваше мнение? Особенно вот когда к вам приезжает, я знаю, что приезжает молодежь, кто первый раз на это посмотреть, да? Люди, которые много десятилетий, слава богу, живут в мире, и они не знают о том, что было. Жень, юнармии много было, да, представители юнармии, которые помогали тоже. Ребята вот даже вот как-то вот по-особому щемило сердце, когда ты видишь, что вот строй юнармейцев, просто вот ребята стоят с такими лицами, что не передается. И хотелось бы добавить, да, по поводу волонтерской роты боевого братства. Данная организация существует уже порядка четырех лет. Мы говорим о том, что в каждом регионе уже такие роты у нас существуют. Они правильно, они занимаются не только поисковым движением, они занимаются помощью ветеранам, семьям погибших, матерей защитников Отечества. Также занимаются во время пандемии, они занимались правильно, как Кирилл сказал, развозили продукты, медикаменты, оказывали содействие в уборке пожилым людям и маломобильным. Мы говорим о том, что это волонтерская рота, это ребята, которые просто уже перевалили возраст школьный и перешли уже, как говорится, в поддержку ветеранов боевого братства. Женечка, я вынуждена вас перебить, у нас дело в том, что у нас рекламная пауза, буквально через две минуты мы вернемся в эту студию. Не переключайтесь, уважаемые друзья, и звоните 300-190. Мы в нашей программе «Тема дня», говорим о поисковой работе в Тверской области. Евгений Калёкин начал рассказывать о волонтерской роте, что уже четвертый год, да? И сколько ребят туда вот входит, и как ищете желающих? Вообще проблема составляет набрать волонтерскую роту? — Ирина, знаете, вопрос в том, что мы никого не ищем и никого не загоняем в эту роту. Ребята приходят сами, я вот прекрасно знаю, в общении они все являются студентами на данный момент, они общаются у себя в учебных заведениях, и это все, как говорится, молва. Здесь кто-то сказал, кто-то чего-то, кто-то привел своего друга, попробовали, понравилось, и все. И рота сейчас насчитывает порядка уже 80-100 человек. — Более 100 человек, да? Кирилл, у вас студент, да, сейчас? — Да, 3-го курса. — Уже 3-й курс. Это, я вспоминаю, когда мы были в студенчестве, у нас постоянно была комсомольская работа из строя отряда. Это же было безумно интересно. То же самое, никто никуда туда не загонял. Мы, наоборот, рвались сами, потому что это была романтика. Ну, а когда еще, да, как не в студенческом возрасте? И здесь, наверное, ребятам вот этот романтизм советских годов заменяет сейчас вот эта патриотическая работа. Причем, кто бы что ни говорил, да, что патриотизм — это пафосно, это никому не нужно. Как же так, да? — Без него нельзя. — Ради чего тогда это все делается? — Нет, многие сейчас говорят, да, что поколение не то, как говорится, они смотрят по-другому. Да, поколение другое. Я могу сказать, они умнее нас. Они умнее, они выносливее, они сильнее, они вперед смотрят, они понимают, что они делают. Если мы правильно в строя отряд шли, как говорится, за романтикой, то эти ребята понимают, зачем они это делают. Они хотят, чтобы в нашей стране было лучше. Ребята вышли уже с юнормейского движения сейчас, и вот они, как говорится, продолжают заниматься тем же самым, только уже на более высоком уровне. Юнормейцы были на Калининском фронте и постоянно сейчас около мемориала. Мы не показываем картинку, да, что вот красивая форма, и ребята должны постоять. Они сами понимают, что для них это ответственно — постоять на посту номер один, отдать честь тем, кто погиб за нас. Здесь все воспитывается уже, можно сказать, с детского сада, и мы возрождаем наш патриотизм в этих детях. И сейчас эти ребята участвуют не только, как я уже сказал, в построениях, посвященных мемориалу, а также они участвуют в форумах, слетах, конкурсах. В ближайшее время у нас будет будущая Россия, юнормейская, хотели весна, да, она так и называлась, юнормейская весна, но в связи с пандемией перенесли, будет юнормейская осень. Туда будет ходить хореография, гимнастика. Это как раньше строительские, институтские весны, да, студенческие были, да, я не знаю, есть сейчас или нет. Нет, по-моему, в институтах еще осталось. Еще осталось, но это же тоже безумно интересно, да? А, кстати, Кирилл, с группой есть кто-то, с потока, кто вместе с вами занимается? С моей группой не было, нет. Нет? В основном с других групп, кому-то нравится. Ну, я вот когда участвую везде, вот я, допустим, взял какой-нибудь друг, ну, написал ему, пойдешь, пойдешь, ну, попробуй. И вот так всех извлекают. Говорят, нравится, и все, и вместе потом ходим. И замечу, вот, кстати, родственники, когда вот мы стояли около гробов, там в Оржеве, родственники благодарные подходили и говорят, мы вообще хотим побольше знать об этом поисковом движении, о людях, что вот нас окружают. И молодежи столько, сколько же им денег платят? Вот многие родственники спрашивали, подходили поисковики и говорили, вы знаете, мы это делаем безвозмездно. Давайте вот сегодня скажем, за какие такие деньги вы работаете? Такая гигантская работа, пласт. Ну, вот, Кирилл, это же все, это общественное начало? Ну, конечно. Я делаю как для себя, чтобы родине, чтобы все человечество знало, что такое родина. И все для родины. Вот приятно, да, слышать, что вот оно подрастающее поколение. А вы, ребята, вот вы уже сколько лет поисковому движению? Ну, если брать с официального разрешения с 88-го года, то я уже официально более 32-х лет. Ну, а неофициально это можно еще лет 15 прибавить. Олег? У меня в общей сложности где-то лет тоже 15, да, получается? Да, то есть, как бы тоже с ноля был организован отряд, и вот продолжаем, продолжаем, работаем в этом плане. Это именно общественная работа? Кто, как, что? Вы знаете, вот этот вопрос, о котором мы сказали, сколько нам платят, его задают практически все. И у меня один ответ. Я говорю, люди добрые, вы живете благодаря кому? Не благодаря маме с папой. Они тоже живут благодаря кому? Благодаря тем, кто погиб или живет сейчас в земле. Я говорю, а я отдаю только маленькую свою долю, дань, то, что я могу для них сделать. Вот и все. Вот это мой ответ на этот вопрос. Хотелось бы очень, чтобы как можно больше людей это поняли. Так мы и пытаемся доносить до людей вот именно вот эту истину. Тут дело не в деньгах, не в финансовой какой-то вопросе. Тут дело в памяти. Просто в памяти. Вот если даже сейчас открыть учебник истории в нашей школе, в любой средней школе, там о Великой Отечественной войне указан один параграф всего лишь. Один параграф. Они ничего толком не знают об этом. Мы стараемся донести в другую сторону вот этой медали. То есть, как все знают, да, есть аверс и есть реверс. Вот, аверс видят все, а реверс приходится доносить нам. Жень, я думаю, что, наверное, вот тебе как руководителю, да, и былого братства, и юнармии приходится очень часто, да, именно вот эти вот пробелы в истории восстанавливать. Сколько было эстафет, да, вот непосредственно, где включало в себя теоретическое знание того, что происходило? Да, Арина, правы. Вопрос в том, что, правильно, соглашусь с Олеевым, что сейчас историю сократили таким вот образом, что дети знают о ней поверхностно. Для чего и нужны такие организации, как боевое братство, юнармия. Потому что мы даем ребятам ту информацию, которую они не могут почерпнуть из учебников, из интернета. Вот сейчас открылся храм Министерства обороны в Кубинке. Да, вот мы об этом говорили тоже за этим кругом столом. При нем как раз вот существует музей 1418, он называется, 1418 дней, 1418 шагов человек проходит. День начала войны, день окончания. И то есть там, во всех этих залах, благодаря нашим поисковикам, мы сейчас, как это говорится, да, отдаем дань, чтобы все люди, которые побывают в этом музее, могли посмотреть, что это такое, что происходило в те времена. Мы туда отдаем экспонаты, которые ребята вот находят, которые отдают земля, которые отдают та война, которая была в 1941-1945 годах. И Ржев, и Зубцов, и Старица, и все вот эти наши боевые районы передают частично. И вот сейчас мы с Владимировичем решили создать музей поискового направления. А где? Ну, пока это сейчас... Пока секрет? Пока это секрет, да. Ребята, как только получится, в милости прошу ко мне сюда, будете рассказывать, показывать. Да, здесь мы сейчас хотим, чтобы наши ребята, и вот во время пандемии, почему я говорю, о чем мы занимались юноармейцами, мы снимали ролики, и Вадимыч тоже присутствовал тогда, когда подошел, Сереж, надо снять ролик про музей и рассказать, потому что мы не можем сейчас с детьми проводить уроки мужества, потому что все находятся на удаленке. Вот мы сняли четыре коротких видеоролика по музеям, которые у нас есть в городе Твери, и вот сейчас хотим также подтянуть область, потому что очень хорошие музеи поисковиков есть в Тарапце, в Оржееве, Петухово. Здесь у нас отличные музеи, Витязь, тоже, как говорится, выездные выставки делал всегда. И я хочу всем сказать большое спасибо, потому что мы передаем именно таким вот образом. И вот сейчас с Министерством образования мы обговариваем на совещаниях, на общественном совете по поводу того, чтобы прежде, чем, например, изучать правильно, как Олег сказал, историю Великой Отечественной войны, необходимо сначала подготовить ребят, свозить их хотя бы в музей. И благодаря вот субсидиям, которые мы еще дальше продолжим, откуда берется финансирование, откуда, как говорится, хоть какие-то финансы поступают нам, это благодаря губернатору Тверской области, он подписывает субсидии на посещение музеев, Ржевского мавриала, администрации города Твери. Большое спасибо на проведение таких мероприятий, тоже выделяются средства. И вот мы хотим, чтобы Министерство образования, прежде чем начать процесс обучения, именно по Великой Отечественной войне, посетили данный музей, чтобы ребята знали, о чем идет речь. Когда была Курская бита, когда Сталинградская, какая хронология была. С учетом того, что у нас есть такие музеи, что у нас такой богатый край, политый кровь, что у нас есть Ржев, хочу сказать, разве могли бы представить, наверное, Сереж, много-много лет назад, когда вы уже там проводили раскопки, что такое внимание наконец-то будет этой земле. Нужно вообще делать такие вот уроки. Почему раньше же делались вне программы даже, если? Почему это не сделать или даже в программу включить такие выездные уроки? Ну, встреч с ветеранами уже, к сожалению, проблематичные. У них очень мало осталось. Люди все преклонного возраста и часто не могут выйти из дома. Тем более опять это пандемия. Кстати, Кирилл, приходится слышать свой адрес? Чем ты занимаешься от своих сокурсников? В сокурсниках? Да чё ты, брось там. Всё это ерунда, всё это неправда. Да история была совсем другой, как часто говорят. Тем более интернет, это же гнёт, можно сказать. Да, бывали такие, говорили, одногруппники. Ну, бывало. Я доказывал обратное, что мне вот это нравится и доказываю, что... Есть доказательственная база уже, да? То есть уже располагаете базой своей, чем можно в ответ крыть, да? Конечно. Это как я вспоминаю наших незабвенных поляков, которые приезжают часто сюда и говорят на польском мемориале о том, что всё было совсем по-другому, да? И что это было не так, и с ног на голову, да? Кстати, я знаю, что, коли упомянули поляков, что в вахте памяти присутствовали и представители Польши. Да, к нам постоянно приезжают двое ребят из Польши, это двое поисковиков, которым не дают возможность работать у себя на родине, так как они поддерживают именно историю, натуральную историю нашей страны и историю войны. То, как было на самом деле, они выдуманы. Да, и они занимаются уже в Польше, если нам показывают телевизор, что кто-то ломает наши памятники, то вот они двое их восстанавливают. То, что ломает власть. Да, и поэтому им приходится уже выезжать на работу, вот они сдружились с нашими отрядами, с двумя, и они постоянно выезжают на нашу вахту весной и, по возможности, осенью, приезжают у нас в отряд ополченец постоянно. И работают, я скажу, они хорошо говорят по-русски и работают не хуже наших. Также на себе таскаются тяжелые грузы и проходят пешком километров по 20-30, для них это все нормально, полностью разделяют жизнь уже наших поисковиков и поддерживают ее. Да, это тягото. Кирилл, кстати, приходилось выходить на поисковые работы или еще нет? Приходилось. Приходилось, да? То есть, и непосредственно копать, да? Да. Обнаружить кого-то удалось? Или какое еще ощущение? Вот я помню свое первое, когда вот эти первые кости наткнулся, это ужасно, да? И что вся земля там гудит, вот мимо проходят, вот ребята из поисковых отрядов с миноискателями, все гудит абсолютно. Это что-то страшное. Ну, не знаю, мы вот как первый раз вот пошли, вот первый день, и мы сначала искали, ну, находили металлы всякие. И вот мы начали копать и вот нашли первый кости. Это для нас, вот для меня было это очень счастье, ну, то, что хоть кого-то уже нашел. Это уже человек. Да, это уже. И начинаю обкапывать, и вот ищем все. Вот в нашу волонтерскую роту подняли четыре медальона, но один был вот не это, пустой. Не смогли. Не смогли, да? Может быть, можно было со специалистами? Или это не всегда удается даже специалистам? Нет, бывает, что вот нас, скажем, ранней весной мы подняли также вот двух бойцов с медальонами, и медальоны в отличном состоянии, но когда их развернули, они оказались вообще пустые. Просто многие солдаты в свое время, ну, не желали при себе иметь смертный медальон. Это вообще-то считалось, как дурная примета, да? Ну, плохое проверено. Просто выкидывали в кладаж, а в саму капсулу кто-то с пистью, кто-то иголки с нитками. А с какого года вообще медальоны появились на войне у наших? Это начало войны, или это же позже вилет? Это было до войны, это было до войны, это где-то с 1935 года, вот они пошли эти медальоны, сначала они шли железные, как ладонки, вешли, что даже сейчас бывает, еще попадаются, но уже очень редко. Были такие вот, как железные пенальчики, и потом вот с 1939 года пошли вот карболитовые капсулы, они пяти видов. А в 1942 году был приказ наркома отменить эти смертные медальоны, и их заменили солдатскими книжками. Солдатскими книжками? Но ее же прочитать вообще, да? Ну, вот в этом большая проблема, что сейчас, если ты работаешь на местах после 1942 года, то медальонов уже очень сложно найти, потому что были уже переведены на солдатские книжки, медальоны были изъяты. При солдате была солдатская книжка, или человек отправлялся, или при нем должна была быть она? Она должна была быть при солдате. Но не всегда ведь, да, тем более, когда огонь... Но это же бумага, за 40 лет, и все время сохраняется. От нее ничего не остается просто, от этой солдатской книжки. И поэтому столько без вести пропавших у нас, да, кого мы просто не можем... Да, сейчас даже прибегаем уже даже к такой тематике, что просто уже стали более кропотливо работа, скажем, если мы находим воронку, в ней пусть даже 10 человек. Мы просто поднимаем уже все возможные свои связи в архивах везде. Мы восстанавливаем историю потерь именно в этом районе. И вот по этой истории потерь мы пытаемся даже восстановить тех солдат, которые вообще были без медальонов. И вот вы ведете работу вот такую, вот вы находите захоронение, да, одно, и начинается раскрутка, да? По истории, по всему, по всему. Какая-то зацепка, где их удается найти, эти зацепки? Что-то в архивах, что-то по местным жителям. Бывало, что местные жители просто показывают захоронение, и кто-то вспоминает, что вот там вот лежал Иван Иванов был, что я вот его знал, я с ним общался. И вот так вот по кругам бывает, собираем данные об этом захоронении. Вот, кстати, вот Сережа сказала о том, кто вспоминает, в этом году встрече с человеком, вот, который буквально, вот, героиней ее наградили на разных уровнях, и очень благодаря Марии Ивановны Зверевой, да, вот, которая показала, местная жительница Ржевская, да, которая показала место, где, вот, помнят, она в годы войны были захоронены наши, она вот это вот место показала, и ведь много, благодаря помощи этой женщины, уже очень почтенных лет, многие солдаты обрели имена. Ведь родственники, с которыми мы встречались там, вот, вот, буквально неделю назад, они, вот, свыше 75 лет ничего не знали о своем отце, девушке. Да, еще случается. Раньше мы к этому очень часто обращались, потому что раньше работа поисковиков еще и складывалась с тем, что опрос местного населения. Ну, это начало вот 80-х годов, когда еще были живы те, кто помнил эту войну. Сейчас уже практически старожил, уже можно перечитать по пальцам. Но иногда случается, что, вот, по опросу местных жителей, кто-то даже не сам, а вот, подходит, говорит, вот мне бабушка говорила, что вот там вот они вот захоранивали солдат. И даже вот эти вот подсказки мы проверяем, и бывает, что, получается, что реальные захоронения находим благодаря, вот, даже современных жителей, которые нам передают уже слова своих бабушек. Из уст в уста. Вот как Кирилл рассказывал, что он слушал рассказы своего дедушки, да? И вот этого хватило человеку, чтобы какое-то вот ядро в душе-то поселилось. Да? И точно так же... Ну, надо же... Информация, которую, возможно, они все знают, что у нас, по-моему, в августе прошла, облетела новость, что обнаружено поисковиками организации «Витязь» в районе деревни Никифоровска и Зубцовского района костные останки десяти человек, мирных жителей, женщин и детей, замученных немецко-фашистскими захватчиками. Следственный комитет по этому поводу возбудил доследственную проверку. То есть нету срока давности у таких преступлений. Часто вообще приходится находить мирных жителей, не только солдат, кого-то других, кто воевал, кто прошел ту Ржевскую мясорубку? Ну да, вот в этом году... Не только Ржевскую. В этом году, как раз во время поисковой вахты, к нам также подошла женщина, она сама житель Москвы, а ей в Зубцовском районе по наследству от бабушки достался дом с участком земли. Она подошла к нам, тоже сказала, что по словам юной бабушки, у меня, говорит, на огороде под яблоней, под старой, похоронена партизанка. И даже партизанка. Она сказала, говорит... Ну, она как потом пояснила, говорит, может быть, подпольщица или партизанка. Потом уже даже стало, мы пришли, обследовали это место, да, мы нашли, на самом деле, молодая девчонка. Она еще сказала, что бабушка говорила, у нее, говорит, такие были красивые волосы. Годзолотистые. Там гребешок в них был. Мы подняли, да, на самом деле, остался этот гребешок у нее, что было на волосах. Подняли эту девчонку, молодая. Видно, что ее сильно били. То, что у нее расколотая челюсть в трех местах. То есть, пытали ее. Верхняя, нижняя, похоже, это, ну, как удар приклада. И потом у нее в височной кости с левой стороны дырка, с другой стороны кусок уже лица просто вылваный. Расстреляли. Да. А имя удалось установить? Нет. Сказали, что Татьяна. Зовут Татьяной, только имя. Да, что зовут Татьяной. Сейчас вот выявляем это все. И вот буквально на днях в интернете мне пришло письмо. Тоже сейчас он живет уже не в Зубцове, но бывший житель Зубцова. Он говорит, я попробую вам помочь. Может быть, я вам помогу в этой истории с партизанкой. И там описана история, что у Ивоной бабушки сестра была подпольщицей. И что, как говорила бабушка, что ее сестру вместе с ее подругой поймали. Что именно ее сестра пыталась спрыгнуть с чердака, но не сумела убежать. Немцы ее подняли, догнали, пытали и потом расстреляли. И как раз вот с этой, с Татьяной, с партизанкой, как нам сказали, получилось, что местные и передали нам, что она хотела сбежать, прыгнула с чердака, пыталась убежать, но подвихнула ногу, и немцы ее поймали. И что возможно, что вот эта вот партизанка, именно подпольщица партизанка, она окажется родственницей от того, кто мне написал это письмо. Сейчас мы ведем вот это уже расследование. Интересно очень. Уважаемые друзья, у нас телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Вера Петровна. Вера Петровна, ваш вопрос. Знаете, мне хочется очень поблагодарить вашу организацию из тех поисковиков за вашу бесценную работу. Спасибо. Мой дядя, что Игорь Алексей Николаевич погиб при обороне Москвы в 41-м году. А в 42-м году весной бабушка получила известие, что он погиб. И узнали о его гибели, значит, по медальону. Вот это в связи с рассказыванием о медальонах. Так, это одно. Второе. Скажите, пожалуйста, как можно связаться с вашей организацией? Может быть, контактный телефон дадите? У меня есть одна проблема, именно связанная с поисковым движением. Мы поняли ваш вопрос. Вера Петровна, спасибо за слова благодарности. Давайте скажем еще на жителям региона. Мой телефон, как руководителя поискового центра, это 8-910-649-04-18. Зовут Титков Сергей. Титков Сергей. Поисковый центр «Подвиг» 8-910-649-04-18. Вера Петровна, надеюсь, успели записать. В крайнем случае, мы, когда будем выкладывать программу на наш сайт, мы укажем этот телефон, чтобы все необходимые, кто хочет дозвониться, все имели такую возможность. Олег, часто обращаются к вам родственники с какой-то просьбой в чем-то помочь, что-то найти или информацию от людей получаете, насколько часто? Ну, в основном информация от людей, но о том, что вы первое сказали, это вот я информацию получаю от Сергея Вадимовича Титкова, то есть я также стою изначально в военно-историческом центре «Подвиг». И то есть как бы вся информация, которая доступна, она оповещается нам, и мы уже работаем по ней уже плотно. Когда люди новые приходят, как-то проверяете, что нужно для того, чтобы стать поисковиком? Они проверяются сами на самом первом выезде, то есть, как я всегда говорил, пускай будет меньше, но лучше, чем много и без толку. Приходят 10, если там 2-3 осталось, это уже большая удача. Вот отряд «Феникс», он в этом году, это у него первый год работы, он был создан в этом году на базе Ромешковской казачьей общины. Было по факту 20 с лишним человек. На Калининский фронт выехало 6. Приходится по 15-20 километров проходить, и можно сказать впустую. То есть это по лесу, это по дебрям, это каждую воронку проверить надо, прощупать, металлодетектором прозвонить, прокопать, все это, потом вернуться в лагерь. Еще эти трудности, они многих ломают, просто ломают. А из тех, кто остается, вот даже на этой вахте на Калининском фронте, вот из тех, кто со мной выехал, первый раз выехал, в основном это возрастные люди уже были, они говорят, у нас мир перевернулся, мы увидели вообще другую сторону. Это уже для людей, которые в годах, уже в возрасте, которым за 50, будем так говорить. И вот я когда первый раз приехала, я помню, что на вахту это очень давно было. Мы работали в лесу, да, копали, а ведь там же были поля, да? Это все заросло, это все за десятилетия, все очень изменилось. А это ребята наши шли, шли на огонь, да, по голому полю, можно сказать, да? По болотам, по голым полям, поэтому наши трудности, с которыми сталкиваемся мы, по сравнению с их трудностями, это не о чем, это вообще не о чем. Это вот, Кирилл, это, наверное, закаляет, да, чисто физически, вот работать там, и жить в палатке, и как-то вот единым каким-то вот коллективом, объединенным, ну, едиными знаниями, единым порывом, это же очень важно, на мой взгляд, интересно? Ну, очень интересно, чушь, ну, я просто еще привык в палатках жить уже, ну, я с армии вот только пришел, полтора месяца там жил, и вот мне это нравилось, и мне как вот сказали, что будем жить в палатках, ну, и что-то вот маленько с армией вспомнилось, и все, я привык сразу же, все же самое вспыкнуло. Ну, даже если Кирилл там, да, был тоже на Калининском фронте, если взять, тоже Калининский фронт, да, там со всех регионов России, то есть, и даже не только России, да, были люди, более, около 500 человек зарегистрированных, но там был единый дух, была вот взаимопомощь, было все, то есть, это вот как одна семья, независимо, какой кто национальности, как, что, чего, взять даже в лес, если тебе нужна помощь в лесу, по подъему, допустим, бойца, там не спрашивали, откуда ты, кто ты, просто подходили ребята, кто-то садился на отвал перебирать, фаланги пальцев искать, там, всю эту мелочь, кто-то спускался в яму, то есть, это все делалось, причем без всякой просьбы о помощи, то есть, там была одна семья, то есть, как бы, вот, взаимопонимание вообще полное. Я знаю, что в этом году вы даже из Якутии приезжали ребята копать, да, из Дагестана. Из Дагестана, из Якутии, из Чувашии, со всех регионов, то есть, были люди, и никто, вот, не отказывал ни в помощи, ни в поддержке. Это дух, да, особый. Жень, а как, какие условия необходимо соблюдать, чтобы школьников отпустили, вот, юнормейцы отпустили приобщиться к этому движению, хотя бы на неделю на вахту памяти? Есть ли такая возможность? Ну, вы знаете, вопрос в том, что школьников приобщать к поисковому движению нужно, но, скорее всего, уже к тому возрасту, к которому подошел Кирилл. То есть, это вы больше студенты? Да, потому что вопрос в том, что дети есть дети, и все это связано с какой-то опасностью, да, это то, что, вот, как говорится, перебрать потом останки человека, это, вот, отличить Берцовую, пусть, там, от руки, да, это уже другое, да. Здесь, опять-таки, надо, чтобы был старший товарищ, который мог, как говорится, подсказать, что-то поучить, что-то сделать вместе, совместно. Ну, больше всего, конечно, мы рассчитываем на юнормейцев, это в архивах, да, потому что ребята очень быстро пользуются интернетом, у них как-то мышление по-другому развито, они могут подсказать, где, что и как. А впоследствии, да, если ребята изъявляют желание, и уже, когда переходит возраст 18+, они уже могут принять непосредственно участие в раскопках и в поисковом движении, как уже нормальные члены отрядов поисковых. Кирилл, кстати, есть проблема, отпускают занятие, или как это, или это в период каникул, как сочетание учебы с поисковой работой? Да нет, отпускают, чего ж нет. Понимают преподаватели? А какая у вас будущая специальность? Ремонт и обслуживание радиоэлектронной техники. Пригодится, да, но вообще-то, наверное, с электроникой все. Электроника, там вам же приходится сталкиваться уже с современным оборудованием. Это, кстати, как сейчас, вот, ну я посмотрела, какое представительство было на церемонии закрытия вот международной поисковой экспедиции. Это же практически одни из первых лиц государства присутствовали на этом, да? Было, ну, очень важное представительство. Помню времена, когда были даже проблемы с утилизацией найденных взрывоопасных веществ, что тогда велись переговоры на месте. Все это ведь создавалось тоже, вот, я просто помню эти времена, когда устраивали, садились на поляне, приглашали тогда из вновь созданного МЧС, тогда только-только создалась эта организация, из ФСБ, из полиции, отовсюду, и велись разговоры вплоть даже до техники безопасности, как и что, и как дальше работать. Сейчас это уже налаженная механизм. Сейчас у нас в области работает, к сожалению, только одна, но она справляется. Это группа специального разминирования Сергея Воробьева. Это специалисты, да, это сколько лет. Они практически, вот мы начинаем работать, все, они практически всегда в лесах. По первому зову у нас уже как бы договоренность и лично с Сергеем Юрьевичем, как с руководителем, и с их руководством уже вверх стоящим. Мы даже, бывает, что из леса находим какое-то количество боеприпасов, мы прям по телефону даем заявку, и буквально два-три дня они приезжают к нам и все уже забирают на уничтожение. Сейчас у них выделено даже специальный полигон для уничтожения. Если раньше выбирались места для подрыва специально далеко удаленные от народа, там, ну, были свои сложности, там, опять же, техники безопасности, все, сейчас у них в Оржеве специальный полигон для уничтожения. Все увозится на спецмашинах, в бронированных спецконтейнерах, увозится на этот полигон, а там уже все уничтожается. Олег, что впереди сейчас, ну, вот уже зима, скоро, что-то намечено, еще что, куда предстоит выехать? Ну, не знаю, для меня, как бы, до зимы еще далеко, вот сейчас октябрь-ноябрь месяц, у меня в планах еще сделать две экспедиции, вывести отряд. Районы какие? Зубцовский район в основном. В основном Зубцовский район, там, там, ну, там, еще долго, да? Ну, и у нас есть наработка по одной части Зубцовского района. Очень хорошие снимки военных лет, аэросъемка, где видно все воронки, все траншеи, все прилетажи. И там еще не поднимали, да? Нет, мы не поднимали, много поднимали, но оказалось, что наша работа, мы давно планировали вот этот рубеж поднять, ну, оказалось, что мы подняли много солдат, но, ну, буквально 100 метров, не дойдя до рубежа. А теперь мы хотим полностью уже прочесать весь вот этот рубеж оборонки. Вопрос про мотоцентр, который создан при поисковом центре «Подвиг», что это такое? Ну, как это, как наше ноу-хау. Просто, ну, когда вот мы проводим, у нас много ребят, кто вот мотоциклисты, иначе говоря, как сейчас называют байкеры. Мы проводим какие-то вот мероприятия, открытия, ну, мы едем на машинах с флагами, ну, и решили просто один раз попробовать, что впереди колонна, пустить их группу мотоцикла с флагами. Ну, получилось очень красиво, и местным жителям очень понравилось. И вот сейчас, как раз в конце сентября, вот, останки одного из солдат везем перезахоранивать на родину в Ярославле. И вот эти ребята, они решили, что на мотоциклах делают мотопробег, как раз из Твери в Ярославль, на захоронение. Именно едут те, кто поднимал этого солдата. Ну, отлично, это отлично, это дорогого стоит. Кирилл, что можете сказать своим сверстникам? Куда обращаться, если кто-то захочет? К кому обращаться? И что впереди? Ну, смотря, кто захочет, а так все через меня, я думаю, скажут, спросят, я уже отведу, помогу чем. Где найти вас, Кирилл? Ну, и в колледже учусь в основном, в химико-технологическом, и в основном с волонтерской ротой, где я ничего помогаю. Это можно о волонтерской роте что-то найти в интернете, на сайт какой-то в Юнармии есть, а в Боевом Братстве? В Боевом Братстве. Волонтерская рота Боевого Братства, да. Ага, и Жень, и буквально несколько слов, что впереди у Юнармии и сотрудничества дальше по поисковой работе. Что впереди? Ну, как я уже говорил, что мы сейчас хотим сделать фестиваль в осень Юнармии, это в ближайшее время. С 17 октября у нас будет проходить вторая Олимпиада юноармейская среди юноармейцев 14-17 лет. Далее, что у нас в ближайшее время будет? Сейчас ведутся переговоры с Гришкиной по поводу проведения пятидневных сборов полевых с юноармейцами, с стрельбой из патематического оружия, а также марш-броски и различные другие мероприятия, гонки на велосипедах. В общем, всё интересно. Вся осень заполнена, да? Пандемия нам не страшна. Мы должны её победить. Спасибо, уважаемые друзья, за вашу работу прежде всего, за сохранение памяти. Низкий вам поклон за то, что вы делаете. Спасибо за участие в нашей программе, здоровья вам. Всего доброго. Всем здоровья. До свидания.